Выясним, что происходит внутри источника тока и позволяет поддерживать в цепи электрический ток. На экране замкнутая электрическая цепь, состоящая из двух участков. Внешнего, шары и проводники, и внутреннего, источник тока. Рассмотрим, что происходит на внешнем участке цепи. Под действием электростатического поля, то есть кулоновских сил, электроны перемещаются от первого шара ко второму. Очевидно, внутри источника тока должны действовать силы другой, не кулоновской природы, которые заставляют перемещаться отрицательные заряды электроны к отрицательному полюсу источника, преодолевая силы кулоновского отталкивания. Такие силы называют сторонними.